Здравствуйте, ребята! Приглашаю вас на урок литературного чтения. Ребята, прежде чем предложить тему урока, хочу загадать вам загадки. Отгадаете? Хорошо. Тогда послушайте внимательно. Берем с собой рюкзак, палатку, гитару, котелок и вот, собравшись утром на вокзале, мы отправляемся... Куда ребята отправляются? Правильно, в поход. А теперь послушайте еще одну загадку. Ездит, ходит и летает. Много видит, много знает. Ночью он в пути и днем, как мы все его зовем. Интересно, кто же это? Да, верно, это путешественник. А как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить? Правильно, о походе и путешествии. Тема нашего урока Сергей Михайлович Голицын «В поход, 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 поход». Сегодня на уроке вы познакомитесь с рассказом Сергея Михайловича Голицына «В поход, поход, поход». Научитесь находить произведение предложения, в котором заключена основная мысль. Сегодня не только будем говорить о походе и путешествии, но и отправимся в поход вместе с героями рассказа. А перед походом давайте попробуем разобраться, что же такое путешествие. Путешествие – это поездка или передвижение пешком по дальним странам, местностям. А что такое поход? Поход – это массовая организованная прогулка с определенной целью. Ребята, как вы думаете, всегда ли походы и путешествия – это приятные и увлекательные занятия? Оказывается, походы и путешествия не всегда бывают приятными. Иногда они бывают опасными. На пути встречаются преграды, трудности, которые нужно преодолевать. Мы узнаем о них из рассказа Сергея Михайловича Голицына «В поход, поход, поход». А вы знаете автора этого замечательного рассказа? Сергей Михайлович Голицын – русский писатель, инженер-топограф, участник Великой Отечественной войны. Еще в детстве, под впечатлением прочитанных книг, Сергей Голицын захотел стать писателем. После окончания школы он поступил на высшие литературные курсы. Популярным писателем Голицын стал только после войны. Повесть «Сорок изыскателей» – это его первая, но не последняя книга. Голицын писал краеведческо-исторические книги для детей, как сказание о белых камнях, сказание о земле Маяковской. Давайте прочитаем рассказ. Мы шли по берегу реки. Уже началось меркаться. Видев ключ холодной прозрачной воды, Люся предложила остановиться на ночлег. Да, ты права, согласилась Магдалина Харитоновна. Рекомендуется располагать лагерь возле источников. Привал, ночлег, скомандовала Люся. Все остановились, с облегчением сбросили рюкзаки и принялись за работу. Костровыми были оба близнеца. Они быстро разожгли костер, им притаскивали сухие ветки. И скоро костер запылал так жарко, что к нему невозможно было подойти. Кашеварами командовала Люся. Витя Большой и Витя Перец заранее, еще до разжигания костра, забили в землю две рогатки и на перекинутой палке подвесили оба ведра с водой. Витя Большой важным голосом предложил варить кашу каким-то аргентинским способом, о котором он вычитал у Майн-Рида, сперва почти без воды, потом постепенно подливая воду. Люся терпеливо выслушала и рассмеялась. Да ну тебя, все подгорит, да мало будет. Уйди. Витя Большой обиделся и отошел в сторону. Мальчики-рыбаки наладили удочки и скрылись в прибрежных кустах. Червей они запасли еще дома и принесли в карманах. Соня и Галя отправились в кусты за ежевичными и малиновыми листьями. Уже темнело, и надо было спешить подготовить чайную заварку. Одним словом, всем нашлось дело. Только Володя Индюшонок с фотоаппаратом на ремне гордо расхаживал между шалашами, засунув руки в кармане брюк, задрав кверху свой и без того курносый нос и всех критиковал. Темнело. И фотографировать было уже поздно. Ребята, как можно озаглавить эту часть рассказа? Я бы назвала «Привал». Назовите героев произведения. Магдалина Харитоновна, Люся, Близнецы Костровы, Витя Большой, Витя Перец, Соня, Галя, Володя Индюшонок. Как ребята распределяли обязанности между собой? Близнецы Костровы разожгли костер. Витя Большой и Витя Перец были кашеварами. Соня и Галя отправились за ежевичными и малиновыми листьями. Володя Индюшонок фотографировал всех. Давайте прочитаем вторую часть. Вода в обоих ведрах закипела. В одну засыпали пшеный концентрат, в другое – сухой кисель. Витя Большой стал мешать кашу ольховой палкой-мешалкой. С таким серьезным видом точно решал задачи. Тут выяснилось, что Соня и Галя забыли ложки. Да, таки забыли. От смущения Галя поджала губки и скосила глаза на дядюшек. А Соня засмеялась. «Самые важные забыли», – рассердилась Магдалина Харитоновна. «Надо было действительно как можно скорее опустошить оба ведра, вымыть их и снова поставить кипятить воду для чая». В одном ведре из малиновых листьев, в другом из ежевичных. «Эх вы!» – презерительно бросил Володя. «Только всех задерживайте». «С девчонками связаться? Вечно одни недорожимения!» – процедил Витя Большой. «Сейчас выручим!» – крикнул Гена. «Он подмигнул брату. Оба скатились к самой воде и стали там что-то искать. Пока все усаживались, вокруг ведер, наполненных жидкой пшенной кашей и киселем, Люся разливала обед по кружкам. Близнецы вновь вынырнули из кустов и с торжеством преподнесли девочкам ложки. Да такие хорошенькие, что все моментально побросали свои алюминиевые и деревянные. Новые ложки были сделаны из половинок раковин. К заостренному концу каждые из них близнецы прикрепили по палочке, чуть расщепив ее конец. «Нигде я о таких странных приспособлениях для еды не читала!» – забеспокоилась Магдалина Харитоновна. «Перламутр из раковин не вреден!» – робко возразил я. Кончилось с тем, что все ребята, и Люся, и я, стали есть пшенную кашу раковинными ложками. Одна Магдалина Харитоновна хмуро черпала алюминиевый. А как озаглавили бы эту часть рассказа? Ужин у костра. Какой выход нашли из ситуации братья-близнецы? Да, они сделали ложки для Сони и Гали. Из чего же они сделали ложки? Ложки сделали из половинок раковин. К заостренному констру каждые из них прикрепили по палочке, чуть расщепив ее конец. А как вы думаете, откуда герои в такие замечательные познания? Конечно, в этом им помогает чтение книг, просмотр разных полезных передач. Все поужинали, костер догорал, наступила черед рыболовов, похвастаться своей добычей. Не меньше полусотник уклеек, плотвичек, окуньков, ершей принесли они в двух связках. Все ножи, сколько их было, пошли в работу. Разрезали рыбкам животы, насыпали внутрь соли и, не очищая чешуи, облепляли их мокрой глиной и закапывали горячую залу. Завтра на закуску. Что за необычайный способ приготовления рыбы? Недоверчая покосилась Магдалина Харитоновна. А я еще с детства знала, ответила Люся. «Помнится, рыбинзон именно так запекал рыбу», – неуверенно добавил я. Ночь наступила черная, тихая, теплая, вода в реке тоже была черная, прибрежные кусты еще чернее. Где-то у того берега плеснула большая рыба, где-то в кустах вспорхнула птичка. И снова воцарилась тишина. А вокруг костра сидели и лежали наши путешественники и пели песни. А как назвали бы эту часть рассказа? Рыболовы. Ребята, а как герои запекали рыбу? Разрезали рыбкам животы, насыпали внутрь соли и, не очищая тиши, облепляли их мокрой глиной и закапывали в горячую золу. Чему учит этот рассказ? Правильно, ребята, учит доброте, самостоятельности, смелости и, конечно же, уметь применять свои знания в жизни. Люди всегда должны помогать друг другу, поддерживать трудную минуту. Ну как, вам понравился рассказ? Думаю, что вы многое узнали из рассказа. Продолжи предложение. Располагаться нужно только возле источников. Для костра необходимы сухие ветки. Чтобы приготовить еду, надо до разжигания костра собить землю две рогатки. Кашу можно варить аргентинским способом. Червей лучше запасти заранее дома. Чайную заварку можно приготовить из ежевичных и малиновых листьев. Молодцы, ребята! Вы были активными и очень внимательными. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова